Окисление Например, у металла это ржавчина, у пищевых продуктов гниение или порча, а у человека это потеря энергии, болезни и раннее старение. В нашем организме окисление происходит во время выработки энергии. В результате возникают побочные продукты. В основном это вредоносные свободные радикалы. Свободные радикалы – это часть процесса окисления? Да, вообще структура молекул сбалансирована. Но, теряя один электрон в процессе окисления, молекула ворует его у здоровых клеток, чтобы возместить потерю. В результате возникают свободные радикалы, которые и наносят вред клеткам и тканям организма. Свободные радикалы находятся везде. Вот почему такой мощный антиоксидант, как микрогидрен, необходим каждому, кто хочет быть здоровым. То есть антиоксиданты могут уменьшить вред, нанесенный окислением? И не просто уменьшить. Хочу показать вам, как можно остановить и даже повернуть вспять этот процесс. Свежий фрукт, например, яблоко, состоит из живых клеток. Все мы знаем, что происходит с недоеденным яблоком. Я подготовила три тарелки, в каждой из которых находится равное количество нашинкованного яблока. В содержимое одной из них я добавила микрогидрин. Но ведь вы говорили, что окисление – это нормальная составляющая процесса старения. В целом, это правда. Однако сегодня наши тела и снаружи подвергаются атаке вредных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, лекарства, химические вещества в пище. И вред от свободных радикалов настолько возрастает, что возникают усталость и многие опасные заболевания. Даже физическая активность сопровождается окислением, что повышает риск клеточного разрушения. Как мы видим, содержимое двух тарелок в довольно неприглядном виде. А вот в тарелке с микрогидрином натертое яблоко все еще выглядит свежим. А вот что произойдет, если я добавлю немного микрогидрина в другую тарелку. Несмотря на то, что яблоко здесь уже потемнело, микрогидрин сможет остановить процесс порчи. На самом деле? Да, и не просто остановить. Спустя некоторое время микрогидрин возвращает яблоку первоначальный золотисто-желтый цвет. Невероятно! Яблоко на первой тарелке не испортилось. На второй выглядит почти так же хорошо. А вот содержимое третьей тарелки выглядит не очень привлекательно. Эксперимент с яблоками продемонстрировал нам силу антиоксидантов. А нам микрогидрин дарит большой заряд энергии, выносливость и заботится о восстановлении организма. Если микрогидрин так быстро воздействовал на яблоко, только подумайте, что он может сделать для нашего организма. Доктор Марокко, огромное вам спасибо за этот наглядный пример. На здоровье! Мы желаем всем вам бодрости, энергии и активного долголетия. А с таким помощником, как микрогидрин, это вполне достижимо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...